Всем привет с вами я Роман и сегодня мы начинаем наш шестой сезон сборок где мы будем собирать вот этот вот самоходный минный трал в 35 масштабе от фирмы Meng. Обзор на эту модель на канале у меня уже был и сейчас мы непосредственно приступим к сборке. Я надеюсь по этой интереснейшей модели уложиться в 10 серий ну а может даже все пойдет гораздо быстрее. Есть конечно вариант собирать это все в порядке по инструкции но я наверное таким заморачиваться не буду я наверное начну начну делать по-своему сразу говорю что эту модель я буду собирать с подвижной ходовкой с подвижными вот этими вот типа гусеницами вот в общем я думаю сборка пойдет хорошо учитывая качество моделей от Meng. Честно говоря я вообще думал подвязать со сборками после сборки кубуса потому что блин ну мираж меня честно немножко выкосил ну здесь вроде бы все должно быть полегче попроще поэтому попытаемся заняться этой моделью и надеюсь она у нас получится и так сразу повынимаю все с пакетов разложу так это все конечно выглядит хорошо но это нам не очень удобно будет проще все это наверно в один пакетик сыпать в общем не знаю сейчас посмотрим здесь вот видим отдельно два литника с ходовой частью чем видим вот я один литник вскрыл пакет на втором литнике я пакет не вскрывал сейчас мы его вскроем не знаю в этой части успеем ли мы что-либо собрать но я думаю для начала я какие-то элементы ходовой еще по приклеиваю сюда к корпусу вот поснимаю с литничков вот таким вот образом то у нас вот переднее наше колесо сейчас эту всю хрень поснимал еще весь крупняк я сейчас сниму дальше мы его куда-то весь пристроим так низушка башни люк наш вот этот вот который становится по моему вот сюда если мне память не изменяет остальные детали пока я трогать не буду ты здесь примерно то же самое наверно сниму пока вот эти крупняки в общем какую-то небольшую часть всего этого я сейчас соберу вот не буду наверно сильно растягивать хронометраж ролика что показывает практика ролики длинные обычно никто не смотрит всем хочется ролик длительностью не более 15 минут сами понимаем как вы хотите так я примерно и сделаю итак сейчас я вот эти детали все по обрезаю вот эти вот все моменты которые на них вот эти вот места стыковки с самим непосредственно литником вот я сейчас все по срезаю по обтачиваю и через небольшую паузу мы приступим уже непосредственно к склейке не отключайтесь сейчас продолжим итак продолжаем в общем я вот эти вот детали которые снял с литников я их зачистил вот сейчас они готовы к клейке пришлось правда вот эти вот еще пипиндеры по срезать вот потому что ими будут крепиться наши подвижные части итак начнем пожалуй с деталей корпуса нам нужно будет сделать вот так даже сделать эту модель подвижной вот эту часть ни в коем случае нельзя приклеивать вот берем вот эти вот фиксаторы хорошо обильно смазываем клеем что тут надо будет мне очень хорошо приклеились даже наверно вот эту штуку чуть смажу клеем вот надеюсь вам видно и делаем вот так прижимаем она приклеилась вот эта вот штуковина она у нас крутится с обратной стороны делаем примерно то же самое то есть вот ставим вот эта модель кстати она сборки очень очень простая вот за что нужно отдать должное фирме мэнг их не модели собирать вот действительно испытываешь какое-то удовольствие то есть очень легко собирается чем-то вот по легкости сборки они напоминают модели от rfx то есть все также классно собирается если допустим те же самые тромпитеровские модели все равно там блин есть какие-то заморочки какие-то головняки чем далеко ходить смерч на которой я снимал для вас обзор рубрику модель с барахолки он в плане сборки доставил кучу неприятностей то мангарские модели они собираются очень очень легко видим вот 2 у нас тоже крутится вот сейчас мы берем вот эту вот внешнюю часть этого нашего катка и промазываем вот тут по периметру клеем вот так вот клея не жалеем и переливать его тоже много не стоит вот она под этой плоскости должно нас схватиться склеится вот так вроде все должно быть нормально представляем вот так вот прижимаем и видим она у нас приклеилась на обратную сторону процедуру мы повторяем вот примерно вот таким вот образом то есть вот прикладываем прижимаем так вот остаточки клея что залезла пальцем ничего страшного так вот тоже самое то есть вот она у нас на двух колесах уже стоит с передним колесом тут все немножко сложнее тут нужно будет сделать следующим образом у нас есть вот такой вот фиксатор он вставляется сюда но он должен крутиться вместе с колесом для этого мы берем вставляем его вот сюда потом я беру делаю вот так вот и сейчас сначала намажем тут немножко намажем тут все достатки клея убираем и ставим вот сюда вот вот общем должно прихватиться сейчас я точно гляну по инструкции как это у нас выглядит так да все верно так сейчас я надеюсь он приклеится и станет подвижным так вторую часть мы делаем примерно то же самое то есть сразу вставляем фиксатор слегонца намазываем его клеем вот эту штучку внутри немного промазываем этой вот стороны чтобы лишнего не натулить туда убираем остаток и ставим можно даже с этой стороны чутка промазать ее так в общем вот так вот это у нас выглядит теперь вот эти две половинки мы берем промазываем клеем ай блин не попало на камеру в общем ладно вот промазал клеем складываем вот у нас не хотят эти вращаться ну ладно вот такое вот у нас колесо есть подвижное также вот видим здесь стыковалось маленький шов есть но я думаю его не сильно видно будет можно будет его как-то там зачистить когда уже она склеится убираем отсюда остатки клея вот сразу вставляем сюда вот видим то есть он у нас вращается так берем вот этот фиксатор сейчас с этой камерой на телефоне очень неудобно сложно впасть в фокус так так и вставляем вот так вот то есть видим у нас вот эта часть стала подвижной так ну вроде бы есть небольшой результат теперь к корпусу можно приклеить вот эти вот боковички тут один более длинный второй более короткий наверно надо будет взять вот пинцетом аккуратненько промазываем клеем так есть твою мать все печаль печаль случилась она у нас упала не знаю клей схватился не схватился приклеится не приклеится прилипла куча разных шнифелей ай жесть так ну вроде пыль я с него сдер вот в общем выглядит это вот так вот боюсь что вот эта штука сама не вклеилась так берем следующий боковичок также держим пинцетом держать надо очень очень аккуратно видимо оно имеет свойство у нас отпадать так есть есть все два боковичка мы сюда вклеили следующая вот такая вот задняя часть вклеивается она вот сюда здесь немножко попроще здесь берем промазываем вот это вот клеим вот это вот клеим сюда залез ну ладно пластик не пожаловать то хорошо так и все выклеиваем вот сюда вот вот таким вот образом то есть видим здесь у нас большую часть времени займет даже не сборка корпуса а приклейка всякой мелочевки Так, теперь Что касательно башни Башню я пока только на грубую соберу То есть мелочи уже буду приклеивать Наверное, скорее всего, в следующих сериях Тоже вот так вот по периметру Намазываем клеем Так И Вставляем Вот таким вот Образом Конечно, на низу есть чуть-чуть клей Вот, там будет видно Ну, я думаю, это не страшно Эту часть ее не будет видно Вот, то есть корпус башни Почти собран, так же я Наверное, сразу клею сюда лючок Так Ну, теперь вижу, какой он стороной должен быть Я не буду делать его открытым Или еще как-то, потому что тогда нужно Дорабатывать интерьер, делать его Я, честно, не хочу Я вот так вот просто приставляю И Таким вот образом Промазываю клеем Кстати, башня здесь, по-моему, стояла от ПЗ-1 Если мне память не изменяет Вот Так же, как, кажется, по-моему, и двигатель Но, опять же, я могу что-то забыть Если я не прав, поправьте в комментариях Ну, и вот, видимо, вот так вот у нас будет стоять башня Башню снимаем Так Следующая вот такая вот часть корпуса Будет она приклеиваться сюда Так Так Промазываем посадочные клеи Есть И ставим ее вот сюда Так Есть Вот Корпус наш почти собран Видимо, у нас все на нем двигается Так Теперь верхняя часть корпуса Сюда надо вот эту лобовую плиту приклеить Клеиваем ее следующим образом Намазываем, намазываем, намазываем Камера, конечно, в расфокусе все время Это очень плохо Ставим вот так вот То есть, видим, здесь Даже Сварочный шов Не особо у нас теперь И видим Вот Ну, нужно было бы, конечно, сразу приклеить Вот так вот этот верх У нас бы полностью был собран корпус Но Я, наверное, это сделаю После того, как на верхнюю часть Установлю всю мелочевку Вот эти два лючка Я поспешил, что я их срезал Они, да, клеятся сюда Но под них нужно приклеить сюда крепление На этом Наверное Наша первая серия Шестого сезона сборок Будет заканчиваться Спасибо, что смотрите мои ролики Подписывайтесь на канал Вступайте в группу ВКонтакте Все необходимые ссылочки будут внизу В описании под видео Смотрите следующие ролики В которых будет продолжение сборки Вот этого минного трала И других моделей Ну, и также смотрите мои обзоры А на этом заканчиваем Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok